Если вы поймёте этот принцип, вы защитите свои отношения от измен, и я буду за вас безумно рада, если вы поймёте этот принцип. Если вы поймёте этот принцип и сможете применить его в своей жизни, вы сможете передать его другим людям. И это революционное понимание, революционное знание. Невозможно оценить то, что сегодня вы будете изучать. Вопрос только в том, насколько вы сможете это применить. Потому что, чтобы применить это, необходимо, конечно же, выйти за пределы обычного механичного реагирования. Для того, чтобы уметь применять знания из треугольника, нужно что сделать? Выйти из трех, конечно. Для того, чтобы вы могли управлять отношениями, вы должны уметь выйти из над �оленного треугольника. Тогда вы сможете управлять отношениями. Но то, что вы сегодня узнаете, оно может полностью повлиять на вашу жизнь. И вы получите в свои руки инструменты, как управлять отношениями. Отношения это что? Взаимодействие. Взаимодействие и взаимообмен. Согласны? Окей. Чтобы произошел взаимообмен, что необходимо, чтобы было? Чтобы давать, не только давать. Чтобы, да, верно, должна быть система на отдачу. Да, на отдачу. А в ложном треугольнике что мы проживаем? Продолженность. 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 Мы не можем проживать взаимоотношения в эгоизме на самом деле. Когда мы находимся в потребительской позиции и в состоянии стяжания, извините, пылесос, он не может давать свежекондиционированный воздух. Ну, не может, при всем желании. Когда мы проживаем стяжание, мы не проживаем отдачу, мы не проживаем взаимодействие. Поэтому, по факту, циркуляции между партнерами не происходит. И поэтому взаимодействия не происходит. И поэтому отношения происходят не вовне, а только у каждого партнера внутри. И поэтому в бессознательном треугольнике мы не проживаем отношения с партнером. Что мы проживаем? Мы проживаем с собой. Теугольник, мы внутри проживаем постоянно измену себе и измену ему. Мы это постоянно проживаем. Мы просто этого не осознаём. Каждый раз, когда женщина сомневается в мужчине, она ему уже изменяет. Каждый раз, когда она его осуждает с подружкой, она его предаёт, изменяет. Каждый раз, когда она перекладывает на него ответственность за все свои проблемы, она тоже не сближается с мужчиной. Мы постоянно в бессознательном живём во внутреннем предательстве, изменит в себе и другому. Но когда во внешнем проявляется измена, мы удивляемся. Ну как же это так? В бессознательном измены — это норма. Это норма! И если вам не хочется проживать предательство и измены, вам необходимо озадачиться, озаботиться тем, чтобы выйти из бессознательного треугольника. Это единственный способ, единственный способ не проживать измены в отношениях. Это революция вообще на тренинговом рюке. Этому никто не учит. И этого никто пока что не понимает, что страдания в отношениях — это абсолютно бессмысленное проживание. Из этого можно выйти вот просто вот так, за один день. Да, бессознательность останется в нас, и мы ещё будем дорешивать внутренние вопросы. Я не говорю, что мы можем выйти из внутреннего треугольника за день. Нет. Но во внешнем это решается очень быстро, если у вас остаётся достаточно внимания и сознательной работы внутри. Чем больше внимания и сознательной работы внутри, тем легче всё разрешается снаружи.